приветствую зрители я нахожусь на 3 магистральной улице вот она слева здесь находится через железную дорогу через мцк жека сердце столицы куда мы сейчас отправимся тут перед ней находится железнодорожная станция пресня законсервированные зарезервированные точнее для полноценной пассажирской станции но поскольку здесь в основном были промзона кругом вот строится один из бизнес центров и так из-за того что здесь были промзоны какого-то большого пассажирского потока не предполагалось и станцию строить не стали пока но оставили зарезервировали теперь времена меняются уже построено несколько несколько жилых комплексов и строятся еще так что скоро скорее всего здесь будет полноценная станция как она будет называться пресня или еще как-то пока не могу вам сказать ну вот мы доехали до южного путепровода впереди москва-сити деловой центр там но направо сейчас через путепровод будет микрорайон шелепиха и справа от этого микрорайона уже после причального проезда начинаются как строящиеся так и уже построенные жилые комплексы вот здесь информационное табло видно все что куда вот это шелепихинское шоссе по которым мы сейчас и поедем вдоль МЦК вот там как раз и находится железнодорожная станция пресня строилась она с 1903 по 1908 год это была московская окружная железная дорога до 1934 года это были пассажирские перевозки по этой окружной дороге ну а далее только исключительно грузовые ну вот мы доехали до места где она лево уходит причальный проезд в конце ролика проедем и по нему ну по части его покажу что там находится там ЖК строится причальный как-то называется а пока поедем по шелепихинскому шоссе к жилому комплексу сердца столицы большая часть которого уже давно построена люди живут уже по три года вот здесь причальный проезд за этими новыми зданиями находится военная кафедра ранее мхт и теперь российского химико-технологического университета имени Менделеева вот там за трубой находится далее также налево уходит дорога она ведет кпп номер 4 кажется ЖК сердце столицы которым мы сейчас уже и приближаемся его видно уже этот жилой комплекс ну а справа здесь за забором железнодорожная станция находится в Пресне вот она используется сейчас как даже не знаю там стоят электропоезда МЦК где-то с десяток путей для этого выделены для отстойника скажем так здесь также сейчас слева мы увидим строительство ведется станции метро это будет рублево-архангельская линия метрополитена станция метро будет называться либо Звенигородская либо Пресне но если Звенигородская то и станция Пресне МЦК также наверное будет Звенигородская называться все дома ЖК сердце столицы имеют адрес Шелепихинское шоссе дом 34 далее идут корпуса и здание может быть дом 34 корпус 3 здание 6 например точно где какие не знаю вот здесь метро будет слева также здесь ходят автобусы 27 294 и С-344 остановка называется улица Шиногина вот мы по направлению к ней как раз едем к этой самой остановке улица Шиногина и к самой улице Шиногина которая вниз к реке уходит ну вот и сами корпуса так выглядят 34 этажа не знаю во всех не во всех внутри находятся там дворы парки а также школа и детский сад также имеется впереди вот еще строится корпус я не знаю точно он 7 корпус на карте вроде как обозначен на углу с улицей Шиногина напротив него на первом силикатном проезде находится пересыльная тюрьма пресненская она же следственный изолятор номер 3 будем проезжать покажу а пока один из корпусов сердца столицы перед нами вот так он выглядит и там далее также уже ближе к шелепихинской набережной также есть подобные корпуса на мы сейчас по-прежнему пока проедем до конца шелепихинское шоссе и посмотрим в том числе на вот этот строящийся еще угловой корпус далее вот туда прямо был завод железобетонных конструкций сейчас его уже нет силикатный завод еще родили бетонный завод остался чуть справа магазины вовсю работают уже в этих домах кафе рестораны бары также работают торговый центр есть аптеки также имеется ну вот мы подъезжаем к улице шиногина впереди автобусная остановка вот этот строящийся еще один корпус вот так выглядит сейчас и напротив него находится пересыльная тюрьма но она довольно далеко отсюда находится вот там сейчас будем проезжать заглянем за поворот направо там уже первый силикатный проезд и там находится это самая пересыльная тюрьма он же следственный изолятор номер три вот там находится на здесь был завод железобетонных конструкций сейчас там строится будет ж.к. сидней сити покажу вам офис продаж единственное что название какие-то патриотические все выбирают для этих ж.к. это уже улица шиногина перед нами вниз она уходит до шлепихинской набережной он здесь справа находится офис продаж ж.к. сидней сити вот он перед нами к нему сейчас подъедем это улица шиногина 2 строение 3 офис продаж ну а это ж.к. сердце столицы вот так выглядит парковка и офис продаж перед нами едем на шлепихинскую набережную непосредственно я предполагал по ней проехать и показать с небольшого удаления вот этот самый ж.к. сердце столицы но оказалось что там уже подготовка идет к строительству моста автомобильного и все перегородили вот это бывшие заводы управления железобетонных конструкций завода далее в самом низу справа видно здание на самом берегу можно сказать реки находится вне инмаш что-то там стандартизации сертификации машиностроения подъедем к нему самое интересное что это бывший жилой дом до 1957 года кажется вот мы доехали до шлепихинской набережной практически далее она была благоустроена можно было по ней проехать там были спортивные какие-то снаряды беговые дорожки велодорожки но все перегородили вот этот вне находится здесь вне инмаш бывший жилой дом мост теперь будут здесь строить поэтому все перегородили едем обратно издалека монет показать не удастся эти дома поэтому придется сейчас прямо мимо них проехать но другого выхода нет вблизи тоже есть что посмотреть по крайней мере какие тут есть магазины рестораны все это увидите сейчас будем проезжать мимо всех этих домов 34 по шлепихинской набережной под названием сердце столицы автомобильный мост будут строить чуть там впереди в самом конце этого жилого комплекса почему здесь перегорожена набережная непонятно но видимо так удобней строителям будем проезжать я покажу это место где будет конкретно мост находиться вот здесь уже все было благоустроено на набережной можно было спокойненько там бегом заниматься и на велосипеде прокатиться да и пешком пройтись ну а теперь все это за забором и одностороннее движение здесь в данном месте на противоположной стороне виден жк береговой первая очередь вторая будет напротив вот этих как раз домов ну а между ними и будет проходить мост автомобильный по береговому проезду с той стороны а здесь даже я не знаю по безымянному проезду или по проектируемому как он там вот как раз как эти дома кончатся так и будет мост сразу на ту сторону реки перекинут интересно говорили ли когда люди покупали здесь квартиры что будет мост или это потом сюрпризом стало вообще хорошо что мосты строят мостов действительно мало в Москве большие есть участки которые приходится преодолеть чтобы попасть на другую сторону ну а далее прямо будет жк лавил причальный он уже практически достроен тоже покажу его подъедем туда обязательно а пока вот так выглядит сердце столицы таким образом да забыл сказать что здесь вот напротив еще снегоплавильный пункт на самом берегу находится а так было уже все благоустроено не знаю уберут его или так и останется в этом месте потихоньку приближаемся к причальному проезду он впереди у нас причальный он не зря называется там был причал часто баржи с щебнем разгружались все это на железобетонные конструкции на завод отправлялась с противоположной стороны также были причалы также разгружались баржи и там тоже был какой-то цементный завод или тоже железобетонных конструкций завод теперь жк береговой уже построен вот мы подъехали к самому краю так сказать этого жк сердце столицы вот так он выглядит отсюда и сейчас спустимся вниз как раз к тому месту где будет находиться автомобильный мост здесь его и будут строить вот здесь вот прямо это прачечный комбинат вроде как будут сносить его вот так прямо будет мост автомобильный расположен к береговому проезду на той стороне ну а здесь вот как раз была благоустроенная уже набережная ну и сейчас отправимся на причальный проезд посмотрим на уже почти достроенный жк лавил причальный последние взоры на жк сердце столицы так он выглядит ну и едем едем к причальному проезду мимо прачечного комбината сейчас подъедем к причальному проезду и посмотрим что там построили ну вот жк лавил причальный так выглядит достраивается так он выглядит шелепихинской набережной и сейчас покажу его с причального проезда как он выглядит а там жк сердце столицы едем дальше тут уже совсем немного осталось до причального проезда налево вот он уходит туда машина свернула и дома вот старые уже по шлепихинской набережной это уже микрорайон шлепиха перебираемся на противоположную сторону и сейчас рассмотрим вот причальный проезд и отсюда так выглядит лавил причальный я делал тут фотографии еще лет десять назад но не нашел их по всей видимости не сохранились жаль здесь автобус 155 уже ходит дом 26 по шелепихинской набережной еще раз смотрим на окрестности вновь дом 26 и сейчас видно там школа бывшая 52 дом 7 по причальному проезду лавил причальный это дома 10 будут несколько корпусов школа заброшена где-то с 2016 года изначально двухэтажная школа 1937 года постройки сейчас без окон без дверей стоит вот мы во дворе дома 26 и вот эта школа вроде как сносить будут но уже давно в таком состоянии стоит после пожара сейчас немного прокатимся здесь по микрорайону подъедем к школе прокатимся через относительно новые дома и вернемся опять на причальный проезд у дома 1 по причальному проезду вот там наверху находится школа сейчас к ней подъедем покажу ее оттуда как раз из ворот территории школы выезжал какой-то грузовик не знаю что за грузовик что вез непонятно но какая-то деятельность там происходит ну вот эта школа так выглядит вот через ворота только что отсюда выехал грузовик это дом 3 по причальному проезду корпус 3 пересеченная местность здесь и туда вниз Шелепихинская набережная но теперь прокатимся тут немного дом 17 проезжаем корпус 3 Шелепихинской шоссе внизу дома по Шелепихинской набережной находятся сейчас за этим домом повернем налево и там будут уже находиться дома 13 построенные в начале двухтысячных 2002 2004 год на месте заброшки какой-то там построены вот их уже видно там это дом 17 еще какой-то корпус за ним вот уже эти дома 13 три корпуса сейчас проедем вокруг них посмотрим а далее дома 11 будут вот этот справа 11 дом дом вот это 13 дома заезжаем во дворы так они выглядят эти 13 дома справа 11 и туда дальше тоже 11 дома только уже пятиэтажки будут но их видно будет сейчас будем проезжать увидите местность здесь пересеченные вверх не очень-то и легко заезжать вот так выглядят тут эти дома из старых домов из самых старых сейчас подъедем к одному домику конечно он не сравнится с той школой тридцать седьмого года это вот прямо виден домик это дом 1957 года постройки на нем даже из кирпичей выложены этот год постройки в нем отделение полиции и участковый пункт полиции находится и справа от него есть какой северный наверное вестибюль станции метро шлепиха вот этот домик один из старейших что здесь остался и там еще впереди будет пару домов тоже пятидесятых годов наверно ну ладно продолжим едем к следующему дом 18 корпуса 1 внизу красно коричневым покрашен дом скорее всего конца пятидесятых годов с магазином до недавнего времени там даже сохранялась вывеска булочная на противоположном углу здания но сейчас вот я буду проезжать уже этой вывески нет когда я катался здесь несколько лет назад в пандемийный год сразу как отменили самоизоляцию здесь эта вывеска булочная еще была там вот в конце дома но сейчас уже нет дом 17 корпус 1 вот это из старых домов что здесь осталось и следующий за ним будет дом моспроект струиндустрия там находится тоже здание скорее всего конца пятидесятых годов будет остальные уже пятиэтажки это шестидесятые хотя кирпичные пятиэтажки тоже могут быть конца пятидесятых годов а вот панельные либо лучные это скорее всего уже начало шестидесятых вот этот дом тоже скорее всего конец пятидесятых годов более старых строений здесь уже и не осталось да и наверное какие то из них так скоро пятиэтажки может быть и снесут тоже ну и прямо вот находится дом 1 по причальному проезду как раз пятиэтажка не мне сейчас проедем это уже причальный проезд за домом 1 на противоположной стороне причального проезда вот вот видно немножко это дом 8 корпус 1 это многофункциональный центр жилой комплекс новая пресня а это сам дом 1 через двор которого мы сейчас проедем справа дом 25 видно по шлепихинскому шоссе вот такая тут местность дом 25 и сейчас повернув за угол дома налево мы окажемся у научно-технического центра это дом 2 по причальному проезду вот он прямо перед нами так выглядит там же остановка автобусная находится 155 автобуса ну и предыдущая новая пресня видна и весь причальный проезд как на ладони мы же выезжаем сейчас на шлепихинское шоссе виден вдалеке на той стороне за железной дорогой строящийся бизнес-центр на 3 магистральной улице я же на этом с вами прощаюсь всего доброго с Продолжение следует...